Привет-привет, дорогие мои, привет-привет. Ну что ж, у нас с вами мукбанг, вредный, давно мы не ели. Так, у меня картосочка-пюре, с вилочкой такой кривой. И скумбрия. И скумбрия. С холодного копчения. Хотела с вами, знаете, насчет чего поговорить? Вы все мне пишите, что вы смотрели фильм. Дневник свекрови. Именно фильм, сериал. Я слушала вас, слушала, и решила его посмотреть. Такие классные актеры, какой бред, блядь. Вы сами, ребят, посмотрите, какой бред вам загоняют в этих российских сериалах. Это пиздец. Полнейший. Такие актеры хорошие. Женщина. Семья хорошая, все дела. Все замечательно. Сын женится. Замечательно. Потом его жена в деревне дружит с какой-то алкашкой. Бросает своего сына и с этой алкашкой уезжает в Турцию. Где вы таких алкашей видели? Первое. Второе. Она уезжает в Турцию. Встречает какого-то Карима и с ним остается. Не разводясь. На каком основании она там остается? Нелегалкой? В чужой стране? Кем она там остается? Ладно, черт с ним. Мало того, она потом выезжает из Турции. Для того, чтобы выцеганить денег за сына. А потом планирует вернуться. Если она нелегалка, она так не может планировать. Какой-то фильм грустный. Все какие-то, блядь, сноха-стерва. Все свекрови-стервы. Все настолько неправдоподобно. Такое разве можно смотреть? А потом... Я же не смотрю вообще русские сериалы. Ну, в смысле, такие сериалы. А потом выходит, значит, список. И все вот эти актрисы, которые играют в этом фильме, все играют в подобном говне, которое штампуется. Вот вы наберите в Ютубе, например, сериал Дневник свекрови. И посмотрите, сколько вылезет фильмов с этими же актерами. Это трындец. Таком говне снимаются. Блядь, люди, читайте книги, а. Какой бы... Какой бы шрепотреб не был, эти книги... Все равно это не то, что снимут в фильмах. Люди живут всю жизнь. Мужа увидел один раз с аспиранткой, как тот какую-то научную работу делает. Тут же поднимается и идет, типа, к другому мужику. Ну, кто так сделает? Ну, в жизни, кто так сделает? Вот я живу много лет. Какие наушные работы делают? Поверьте мне, если бы я его увидела, как он пускает слюни на какую-нибудь девочку с работы или еще что-то, ну, мне бы в последнюю очередь пришла мысль бежать к мужичку, которому я нравлюсь. Да? Да. Ты бы у меня пиздячек получил. Махом. И вообще-то глупые люди, я считаю, могут себе позволить, если им родные люди гадость какую-то сделали, обидели, отвечать тем же. можно угрожать, но делать это, например, ну, то есть, это как-то неправдоподобно. Причем, люди-то показаны адекватные. Ебанутый сын, у которого одна жена совсем, блядь, без крыши, вторая жена, которая его за чмо держит. Вообще открыто, прям вот настолько. Свекровь, которая радуется, смотрит на то, как сын с этой молодой аспиранткой занимается. Хотя столько лет они уже прожили. Я никогда не поверю. Моя свекровь тоже меня никогда не любила. Но когда проходит время, и когда они понимают, что это все-таки навсегда, это уже давнишняя, как бы, устоявшаяся семья, ни одна нормальная свекровь не станет с радостью ее разрушать. Ни одна. попадает в тексту своего сына, это Лена, он выводит ее в парк и пытается поцеловать, так как она красивая, безумная. Че за хуйня? Это шо за сказки Венского леса? Алена эта с работы. В которую вдруг влюбляется немецкий журналист, который пишет о России, а приехав в Германию, выясняется, что он нигде не работает, он игрок. Какого хера, блядь, он делал в России, типа журналист, что он пишет о России. Какая-то такая херня, я вам передаду, не смотрите эти сериалы. Это какой-то жескач. Это такое, настолько неразумно неразумно все снято. Это трындец. И тут же, смотрю, выскочила у меня сериал с этой же вот Алену, которая играет. Про то, как ее сбивают короче там, где наследователь. Я посмотрела фильмов, где она играет, трындец, блядь. И знаете, вроде актеры хорошо играют. Вот нельзя сказать, что актеры плохо играют. А фильмы говно. Поэтому, ребятушки, я... Я в своей жизни наверное встречала один единственный сериал, который был вот прямо... Вот как я себе в голове представляла, читая книгу. Вот так он был и снят. Это Королек, птичка певчая. Это, наверное, я не знаю, если советские брать, наверное, Вечный зов, да, Леш? Ты читал Вечный зов? А, Леш? Да. И что ты скажешь, если сравнить с фильмом? Ну, тем не менее, ну, нет же ощущения, что это мерзотный фильм сняли, блядь, и что его не стоит смотреть. Да, но тем не менее, это не стоит. Изменения-то, конечно, это, но... Я так есть хотела. Я вам передать не могу. Стоим вообще на лесной дороге, горной. Видите, где стоим? Поэтому, девочки, кто мне пишет, что я смотрела фильм, фильм классный? Да ничего там, фильм нормального нет. Разберите этот фильм по полочкам, и вы поймете, что чушь, Галимая, это Алена попадает в больницу в первый же день, и он влюбляется просто, проходя мимо. Немецкий журналист. Девочки, нам с вами уже не 14 лет, да, и мы прекрасно понимаем, что взрослые люди в нашем возрасте не могут влюбляться, вот так, проходя мимо. Не могут. В 14 лет могут. И пофиг, что пьяница, и пофиг, что нищий, и пофиг, не знаю, как будем жить, но любовь. Сейчас я никогда не поверю, что женщина, например, 35 лет, проходя мимо вылезшего из канализации рабочего, всего в говне, да, может пройти и влюбиться, не глядя. Я не говорю, что рабочий, вылезший из канализации, не может, нельзя в него влюбиться. Но все равно мы оцениваем уже не с первого взгляда, а продумывая, есть ли у человека перспективы, будет ли мне с ним интересно. Это не алчность, это просто мы уже взвешенно подходим к людям. Мы уже не глядя, не можем просто не глядя в любую какашку влюбиться. В 14 лет можем. Если этот товарищ с канализацией вылез, да, переоделся, ты смотришь, какой он в обычной одежде, ты поговорил с ним, опачка, а он начитанный, с ним интересно, опачка, а он работящий, понимаете, вот только отсюда мы делаем свои выводы. Никогда не... Ну, глупость, блядь, снимают глупость. Я не знаю, кто смотрит эти сериалы, ребята, если есть книги, читайте книги, блядь, ну, не вот эту хуйню, ну, честное слово. Ладно, мы поехали, пока-пока, я вас люблю, целую. И если вдруг кто-то напоролся именно на сериал, вот такой вот реально классный сериал, вот я даже... Есть любимые сериалы, как, например, сваты, да, любимые у всех сериалы. Ребяточки, а посмотрите, во что он потихоньку этот сериал превращался к пятому сезону, к шестому сезону. Вот это сильнейшее унижение этого профессора, но перегибание уже такой палки, это пиздец. То есть уже было видно, что людям хер его знает, что снимать. И люди... Ну, это так всегда в сериалах, особенно в огромных, в длительных прям, вообще в сильно длительных. Потом уже и Василий ввели в этот сериал, блядь, и Митяй какой-то стал. Ну, короче, ну, уже все. Даже любимые сериалы. Приходит время, когда люди не понимают, блядь, что им снимать. Ну, а здесь такую глупость. Это просто кажется хорошая... Да, актрисы хорошие. Прикольно, про любовь. А если разобрать этот сериал по полкам, ну, блядь, идиотизм показывал. Одна единственная... У всех подружек одна единственная хорошая свекровь. Это... Как она? У Наты вот этот муж Зураб привез свою маму из Армении или откуда. И мама ой, доченька, здравствуй, доченька. Это единственная, единственная нормальная свекровь у всех подруг. При этом, когда эта свекровь узнает, что Ната болеет раком, и говорит ей, спасибо, что я не одна. Я всю жизнь была одна. Спасибо, что я с вами. А мама улыбается и говорит, доченька, конечно, ты не одна. Только ты не обижайся. Тебе надо уйти. То есть, все такие ебанутые подонки. Это кошмар какой-то. Причем, никто даже на это не обижается. Ну хорошо, я послушаю ваше мнение, что вы об этом думаете. Но это бред. Все, приятного аппетита. Я наелась, я поехала работать. Пока-пока.